Здравствуйте, дорогие мои весы! Это ваш астрологический прогноз на август 2023 года. Несколько ретроградных планет и множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем, какие именно. Ну а прежде всего, пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Тем самым больше весов смогут узнать свой прогноз. Начало месяца начинается с полнолуния в вашем пятом доме гороскопа. Здесь вектор вашего внимания и вообще основная работа будет касаться любовных отношений и детей. Здесь можно подчеркнуть, что дети, возможно, будут вас радовать какими-то своими новыми талантами, способностями. Может, кто-то что-то в себе раскроет новое. Но также велика вероятность каких-то огорчений и возможных переживаний касательно детей. Конечно, важно в период полнолуния не делать каких-то резких выпадов, принимать какие-то серьезные решения. Лучше, конечно, немножечко сбавить темп и дать себе отдохнуть. Можете сходить в кафе, в ресторан, погулять со своими детьми, посетить какие-то выставки или просто посидеть дома в хорошей домашней обстановке. Также возникает вероятность, что вы получите похвалу, комплимент со стороны противоположного пола. Как я уже говорил, любовные отношения тоже будут на первом плане. Вам захочется больше знакомиться с людьми, особенно с свободным весом. Ну а для тех, кто уже находится в отношениях, замужем или женат, вам захочется проявлять больше внимания, ласки своему партнеру. И даже какое-то романтическое настроение будет вас посещать. Пятый дом также говорит и о вашем собственном бизнесе. Может быть, вы будете задумываться о том, куда вложить деньги, что лучше открыть, что мне нравится и от чего я буду получать финансовую стабильность. Но если у вас уже есть бизнес, возможно, вам придут какие-то новые идеи, и вы захотите поскорее воплотить их в реальность. Хорошее время для шоу, хорошее время для презентации. Если вы будете выступать, то полнолуние в пятом доме придаст вам вот этой некой такой нотке красноречия. Важно только структурировать свою мысль, иначе вы быстро потеряете энергию, и вам перехочется чем-то заниматься. Хочу напомнить, что ретроградная Венера в вашем одиннадцатом доме гороскопа до 4 сентября. В этот период не стоит делать какие-то нововведения касательно внешности, пластическая операция, качать жир, выкачивать жир, перекачивать жир. В основном, в период ретроградной Венеры, результаты вам могут не понравиться. Также все, что касается продажи недвижимости или транспорта, лучше переложить это на середину сентября. Велика вероятность, что вас обманут, либо вы попадете на деньги. 16 августа. Новолуние в вашем одиннадцатом доме гороскопа. Возможно, ваши близкие, друзья, коллеги захотят от вас больше внимания, больше вовлечения в их жизнь. Но новолуние истощит вас энергетически. Вы просто устанете постоянно вкладывать всю свою жизнь и всю свою энергию в чужие какие-то дела и проблемы. А с другой стороны, кто-то может появиться в вашей жизни, какой-то новый друг, новый знакомый, который будет вас понимать на ментальном уровне. В этот период времени хорошо начинать творческий проект, вкладывать себя в какую-то реализацию, самореализацию, все, что связано с вещами, с вашими хобби, которые приносят вам удовольствие. Также одиннадцатый дом – это дом перемен. Все, что касается со свободой, с независимостью. Вы словно будете разрывать какой-то непорочный круг, разрывать какие-то контакты с людьми, от которых вы зависели очень долгое время. Придет вот наконец-то вот этот вдох свободы, чистый воздух придет в ваши легкие, вы заходите творить, вы словно освободитесь от каких-то оков. Может прийти новая мечта в вашу жизнь. Вы можете понять, что вы способны ее реализовать, или какие-то новые способности вы в себе отыщите и найдете им тут же применение. Все, что касается соцсетей, если вы ведете, допустим, свой бизнес в соцсетях, или какие-то страницы в соцсетях, то здесь возникает большая вероятность, что на вас обратят внимание, что вы можете найти новых людей по интересам, какие-то группы людей, которые будут заниматься тем же, чем и вы. Ну и вообще это время достаточно хорошее для волонтерства, для того, чтобы помогать другим людям, помогать каким-то общественным организациям, быть в группе с другими людьми. Там вы больше, так сказать, начерпаете для себя возможностей, больше узнаете какой-то важной информацией и вообще восполните свои ресурсы. 24 августа солнце входит в ваш 12-й дом гороскопа. В этот период времени вы захотите побыть наедине с самим собой, в своем внутреннем мире покопаться, разобраться в себе, расставить все по полочкам, будете более чувствительны ко всему внешнему, будете задавать вопрос, а понимают ли вас, слышат ли вас, не знаю, там, друзья или ваши родственники. Будут вот внутренние переживания. Вы словно будете видеть себя со стороны, а правильно вы что-то делаете, правильно ли вы поступаете. Также велика вероятность, что вы станете давать оценку своим поступкам. В это время хорошо обращаться в здравоохранение. Допустим, если у вас что-то есть со здоровьем, то солнце поможет вам сконцентрироваться вот именно над задачей, над проблемой и не бойтесь ни в коем случае обращаться к специалистам. Это время пойдет на благо вашему лечению и профилактике, вы быстрее восстановитесь. Также в это время хорошо избавляться от ненужных старых вещей. Очищайте свое пространство, потому что новое совсем скоро придет, а поставить или положить это просто некуда. 24 августа Меркурий разворачивается в свое ретроградное движение в этом же 12-м доме гороскопа до 15 сентября. Возможно, звонки из прошлого, возможно, бывшие партнеры захотят с вами встретиться, либо бывшие друзья, бывшие коллеги появятся, захотят вашего участия в их жизни, либо просто за советом к вам обратятся люди, с которыми вас что-то связывало в прошлом. В это время вы можете столкнуться с трудностью в общении, с контактами с людьми, может быть, кто-то не захочет с вами общаться, либо кто-то перестанет вас слушать. Вам покажется, что словно люди от вас отдаляются, либо вас не понимают, либо вас не слышат, как будто вы стучитесь в закрытую дверь. Но поверьте, что это не так, это всего лишь ваши ощущения. Возможно, появятся вопросы, а стоит ли сейчас рассказывать о своих планах кому-то, а стоит ли делиться какими-то проектами с людьми, может быть, все-таки изучать это все в тайне, изучать это все вдали от людских глаз и внимания. Чем-то, возможно, вы будете увлекаться, что захотите пока что сохранить вот прямо вот лично для себя. Также в это время разыгрывается воображение, интуиция становится очень острой, и вы можете чувствовать вот эту энергетику людей по отношению к себе. В период ретроградного Меркурия не стоит заключать какие-то важные договора, подписывать важные бумаги, купли-продажи или аренды, и также не стоит покупать автомобиль. Это очень важно, потому что вы можете столкнуться с мошенничеством, с обманом, или то, что вы приобретете, окажется нерабочим. 28 августа планета Марс входит в ваш первый дом гороскопа. Ну и здесь появится энергия, вы не будете сидеть на одном месте, захочется побыть и там, и здесь, и в нескольких местах одновременно. Минус такой энергии в том, что она будет импульсивная, она будет вот прям, знаете, как фейберг, выстрелит и тут же угаснет. То есть любые начинания в этот период будут короткими, и любое желание что-то начать, оно действительно не будет долгосрочным. Вы захотите какие-то сферы жизни держать под контролем, также участвовать в каких-то мероприятиях, это может касаться и семейных каких-то отношений, и участия в каких-то коллективных мероприятиях. Вам захочется что-то решать самостоятельно. Вот чтобы вас никто не трогал, вы знаете, что делать, не мешайте мне, я иду вперед. Вам покажется, что вы можете справиться вообще со всеми задачами. Также в это время просыпается дух соперничества. Вам захочется себя проявить, доказать, что вы достойны, достойный конкурент или достойный сотрудник в работе. Также полезно заниматься физической какой-то нагрузкой в этот период, чтобы энергия Марса уходила в полезные русла, а не просто в словесные какие-то дуэли. Возможно, отношения с отцом будут на каком-то новом уровне, или отношения с кем-то мужского пола в семье. Может быть, вам придется посетить госучреждение, потому что первый дом – это все, что связано с этим. получить какие-то справки, выписки, продлить медицинскую книжку, получить паспорт, визу или важные бумаги. В любом случае вы их получите, Марс придаст вам этой энергии пробивной, и если вдруг у кого-то будет обед или короткий день, вы успеете. На следующий день, 29 августа, уран разворачивается в свое ретроградное движение в вашем восьмом доме гороскопа. Возрастает большая вероятность получения наследства, каких-то выплат, перечислений, вообще все, что связано с чужими деньгами, которые приходят в вашу жизнь извне, которые вы не контролируете. И одновременно с этим нужно быть осторожными со всеми финансовыми вопросами касательно вложений, накоплений. В это время важна бдительность в финансовой стороне вопроса. Будьте сосредоточены, куда вы тратите деньги, на что вы их тратите, иначе вы упадете в финансовую яму, возможно, даже и в долги. В этот период времени вы можете быть заинтересованы в психологии людей, как они действуют, почему они так действуют, анализировать чужие поступки, чужие действия по отношению к себе. А правильно ли человек поступил по отношению ко мне? А правильно ли он сказал? А правильно ли он меня оценил? Возможно, будут и мысли касательно, чего я добилась или добилась на работе. А зачем я здесь вообще нахожусь? А может быть, мое предназначение в другом? Вот эти некие такие, знаете, переживания внутри вас могут очень сильно сподвигнуть на какие-то действия, причем внезапные. Пожалуйста, будьте внимательны к своим мыслям, не решайте все на горячую голову, думайте прежде, чем делаете. Также все, что связано с транспортом. Если вы водите машину, будьте аккуратны, не гоните, быстро не ездите, велика вероятность всяких ЧП, будьте просто вот сконцентрированы на дороге. Ну и также восьмой дом, это дом трансформации. Какие-то обстоятельства, какие-то ситуации в вашей жизни произойдут, как будто бы они вас поменяют, поменяют отношение к жизни, поменяют отношение к каким-то людям, к работе, к начальству. Это может быть вообще все, что угодно. Будьте на чеку. Главное, особо не переживать, а просто пережить этот момент. И если вдруг какие-то мысли приходят, лучше с ними переспать и принять решение на следующий день. Ну и под конец месяца, второе полнолуние, 31 августа, в вашем шестом доме гороскопа. Любые решения касательно работы, касательно ваших обязанностей, не принимайте на эмоциях, не принимайте через чувства. То есть любые какие-то действия лучше проанализировать, лучше дать понять, а действительно ли все происходит так, как вы чувствуете, а действительно ли все происходит так, как вы это видите. И любые ситуации лучше расценивать с разных точек зрения и вообще с разных сторон. Шестой дом отвечает за лечение, за здоровье, полезно брать какие-то консультации в этот период времени. Полнолуние придаст решительности для того, чтобы пройти какие-то анализы или какие-то купить препараты наконец-то, пробить какой-то курс для того, чтобы выздороветь и прийти в норму. Любые консультации полезны, любые какие-то профилактики. Может быть, вы отправитесь в санаторий. Это будет хорошо, чтобы привести себя в порядок, чтобы восполнить себя энергетически. Также велика вероятность, что вы будете оплачивать какие-то долги. Это могут быть ваши долги, это могут быть долги ваших близких родственников, друзей, детей. И они будут не кстати. Или вы будете решаться, вот сейчас отдать долг или все-таки вложиться в здоровье. Выбирайте здоровье. Шестой дом – это все, что связано также и с ремонтом. Может быть, вы захотите переклеить обои, перекрасить стены, выбросить старую плиту, купить новую микроволновку. Будьте, пожалуйста, на чеку, ничего дорогого не покупайте, потому что Меркурий ретроградный. Вся техника может ломаться, или она будет вас не устраивать. Ну а то, что касается физической какой-то нагрузки, вот именно ремонта, допустим, вот действительно перекрасить стены, то тут вполне все хорошо. Палалуни придаст вам энергию, чтобы взять краску в руки и начать шпаклевать. Вот такой был астрологический прогноз для вас, дорогие мои весы, на август 2023 года. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Идите только вперед, добивайтесь своих целей. У вас обязательно все получится. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк этому видео и подписываться на канал. Тем самым вы не пропустите свой будущий прогноз, а другие весы узнают нынешний. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро. Всем до свидания.